итак приветствую друзья и гости канала всем огромнейший привет сегодня 24 число сегодня средам продолжаем работать и давайте пробежимся по новостям тем более ничего такого прям сорок хорошего и прекрасного не происходит почему да есть много всевозможных причин и эти причины имеется у нас само собой и об этом чуть попозже нифига себе ты на гранте стал 15 регион ах нифига себе это на рав 4 стал нифига себе ты на правда стал по едем с вами дальше итак ребят лето не прощается сочи будет плюс 32 где-то даже до плюс 35 7 и тому подобное поэтому особо сильно не расслабляемся соответственно жарко носите головные уборы увидите вот люди стоят с головными уборами все они хорошо все них прекрасно и все у них замечательно не вам этого же желаю тоже даже я заметил когда я последний раз на рыбалку конечно же ну халатно безалаберно отнесся потому что после после рыбалка мне было плохо 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 значит так сочи за год вы или 628 домов самостроев соответственно есть решение суда сносе и копай городский то на секундочку мэр города сказал что он разберется со всеми самостроями особенно с адлера потому что это есть выше руководство которые сказали что нужно всеми силами не силами зачистить все незаконные участки которые участке можно отжать бесплатно нужно отжать и дома конечно же нужно раздолбать особенно вот как бы так в этом прекрасном районе этого ребят будьте аккуратны будьте бдительны если каждый из вас уверен что риэлтор просто так получает там свою там будет комиссию и так далее вы сами без него справитесь флаг вам в руки у меня очень много таких если я возьму и приложу сюда скриншоты переписок которые люди которые знаете сами там на смотрятся какие-то там обзоры и там подобное накупали себе барахла одноразово даже страшно будет может целый сериал снимать поэтому конечно же плохой риэлтор это не есть хорошо как бы и платить ему не за что но если риэлтор хороший помогает вам сделать покупку максимальной безопасности и тем более еще и дешевле как правило то такие риэлторы на вес золота ладно давайте пробежимся дальше почем косогоры нынче сочи озвучен новые цены на земельные участки само собой из-за дефицита участков участка сейчас становится все меньше меньше и меньше арестованные плюс аренда прекращена и так далее соответственно участки которые с идеальными документами соответственно не стоит очень очень много денег и поэтому сейчас спрос на участке упал потому что люди спустились на землю они все до сих пор как бы думали что можно в сочи в колхозе да можно купить там 10 соток там ну пускай там да за два с половиной миллиона рублей построить дома за полтора миллиона рублей так далее сейчас все таки многие приехали перепроверили посмотрели объявление на те же самых авито на циане где цена вроде бы нормально до 10 соток два с половиной миллиона рублей вроде нормальная адекватная цена по факту это оказывается за соточку да за одну сотку два с половиной миллиона рублей и в итоге спустились на землю конечно желающих покупать участки по каким ценам как бы внук очередь не выстраивается вот как бы так поэтому страшно в сочи земля это самое дорогое что есть а также у нас что нас в сочи объявлено экстренное предупреждение пожаре потому что к жарко это как бы еще хуже чем когда не жарко ножка жарко это образуется все всевозможные природные катаклизмы и так далее вместе с пределем а в тб профинансирует строительство нового гостиницы в сочи как гостиница апарт-отель уже не сахар куда делся бензин на заправках но смотрите когда вы едете в сочи то наблюдается дефицит на заправках именно гсм и так далее поэтому имейте ввиду что лучше когда едете на своем автомобиле подстраховаться заправляетесь не ждите когда там у вас останется как я у меня привычка 5 литров или 3 литра так далее всегда заправляетесь осталось там не за этом четверть баков вперед на заправку массовый мор рыбы прошел на курорте краснодарского края азовском море потому что вода теплая и так далее и вот рыбы что-то нас выпрыгивает из воды на кладбище сочи задушили ограбили женщину в общем пришла женщина на кладбище нормально все отдохнуть наверное отдохнуть почему кто скажет и там стебешься нет я считаю что человек который пришел на кладбище и забухал с незнакомцем потом с незнакомцем поругался с незнакомцем подрались и незнакомец убил я считаю это халатное отношение я вообще считаю что кладбище это святое место и бухать там нельзя конечно я понимаю сейчас как бы что соберутся целая куча алкашей алкашей такие за справедливость скажут да ты чё это нормально ну сколько вот скажите мне пожалуйста может где-нибудь в библии написано да что обязательно да когда например вот человек умер нужно не только его отпевать да но его еще нужно ну как бы еще нужно бухать каждый может такой библии есть а может как в коране есть ну поэтому откуда такие поэтому я считаю что кладбище это общественное место и нефиг там бухать это не общественное место серьезно что не загуглите ладно жигули и лада не поделили дорогу в сочи прям вот так вот так вот знаете прям так ну а что мы продолжаем значит так богема в шортах исландцах собчак высказалась о новой волне говорит что вот раньше вот в юрмале было интересно здесь не интересно и так далее сообщать хочется сказать блин ну хватит хватит вот вот эти вот оставь для проживальского такие свои вот них вообще знаете бывает вот человека не спрашиваешь где лучше где хуже я считаю что в сочи лучше но я считаю что вообще новую волну нужно проводить каждый раз в разных городах россии но сибирске провести в конце концов кемерово привели это провести самаре привести было нормально ну ладно денем с вами дальше что там у нас что там у нас что там у нас да кстати знаете что куда все делись популярные курорты не досчитались туристов этим летом ну смотрите крым получается просел на 50 процентов на 50 процентов просил крым соответственно она попросила на 12 процентов ну и соответственно сочи тоже не остался в стороне сочи просел на 2 процента по отношению 2019 года но судя по количеству автомобилей которые находятся здесь и сейчас я думаю что не просил я просто не знаю как считает количество туристов наверное количество туристов считают по количеству гостиниц на которые вот то что он как можно посчитать например мою дочку которая побывала например да или например если не там друзья приезжали на машине как может быть так да никак не до посчитать поэтому я думаю что в сочи все таки труп потока не упал просто из за того что очень много появилось всевозможных там апартаментных комплексов, где, конечно же, это аренда, это черная аренда, черные налы и так далее. И поэтому как бы немножко недосчитывается, потому что люди иногда, чтобы сэкономить, выбирают вместо, например, отеля, выбирают те же самые квартиры и так далее. Отсюда и, конечно же, ну, может быть, недостоверная информация. То, что Крым просил, здесь может даже бабки не ходить. Все прекрасно понимают, все прекрасно знают самолеты и тому подобное. Она попросила, тоже просила. В Сочи вполне возможно, но мне кажется, это отели просили, потому что некоторые отели просто под шумок решили там ставить фантастические цены. И, само собой, как бы люди тоже не дураки, не готовы там в отеле останавливаться за бешеные деньги. Ну, где-то видно, например, санаторий Заполярье 21 день обходится аж в 20 тысяч рублей. Не за один день, а за 21 день. Конечно, цены нереальны. Да за эти деньги, за 20 тысяч, да лучше, конечно же, слетать куда-нибудь, не знаю, в Турцию. Но мое мнение такое. Вчера сидел, общался, вот как раз с мужиками, они говорят, вот, говорит, 23 день мы приехали, говорит, на рильский никель. Соответственно, путевку стоит 20 тысяч. Очень, говорит, дорого, говорит. Блин, мы прям даже не знаем, ну, реально, говорит, 20 тысяч за 21 день, говорит, с питанием, это, конечно, переборкает. Должна, говорит, путевка на 20 день стоит тысячи, две, три, не больше. Я с ними абсолютно согласен. Вот как бы так. Да, кстати, а в Абхазии показал прирост. В Абхазии прирост 10%. И это хорошо. Но опять же, почему прирост, да? Многие наивно думают, что в Сочи дорого, а в Абхазии дешевле. И как все говорят туристы, даже моя дочка, когда приехала, говорит, папа, мы офигели, как в Абхазии все дорого. В Сочи отдыхать в разы дешевле. И я подтверждаю ее слова. Это действительно так. Мы с папой съездили на озеро Ритца. Я снимал сюжет, у вас есть на канале. Немножко там пообедали. И все, я просто офигел. Я даже вам счет показывать не буду. Вот просто, как будто я поел здесь в самом дорогом ресторане в городе Сочи. И, в принципе, ты заезжаешь на озеро Ритца, ты должен отдать за въезд, там, кстати, 700 рублей. Отдать за выезд, отдать за то, за все. За парковку отдавай, за это отдавай. За дачу, за то, что заехал, отдавай. За все отдавай, вот за все. Ну, может быть, даже то, что ты дышишь, нужно отдавать. И, конечно, люди же всегда думают, что там дешевле и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А потом просто офигевают. Также есть категория людей, таких вот, без толчей. Ну, как бы, это те люди, которые тоже хотят на чужом горбу в рай залезть. И смотрят, о, блин, зачем я буду ехать в санаторий Заполярой за 20 тысяч рублей на 21 день, когда я могу на три дня слетать в Турцию. Три дня аж я буду тусить в четырехзвездочном отеле. В итоге приезжает в четырехзвездочный отель, понимает, что там еды нет от слова совсем. Ну, еды реально нет. И в итоге, получается, ты берешь за четыре дня, получается, тратишь еще сверху 70 тысяч. Получается 140 тысяч. А за 140 тысяч на секундочку уже можно было взять хороший, нормальный отель, где тебе не нужно было каждый раз обедать и ужинать в ресторане. Потому что тот рис, который был в отеле, и кусочки маленькой рыбы, там даже курицы не было. Отвечай, даже курицы не было. И все-то, и вот, короче, жесть. И все, и, как говорится, скупой платит дважды, скупой платит трижды. И я теперь понял, что даже когда я еду в рабочую поездку, даже если это рабочая поездка, все равно нужно выбирать нормальный, комфортный отель. Тем более в Турции четыре звезды, это на 10 голов хуже, чем, например, то же самое Заполярье. Просто, чтобы вы понимали, тот отель, в котором я был, он находится на восьми сотках земли. И отели все, хотя все так хорошо расписывали, но это просто дно. Ну и, соответственно, люди там отдыхают соответствующе. Ну, смотрел много чего, там даже у соседей посмотрел, там какой бардак был на балконе. Ну, блин, как бы, реально, как бы, да, эконом, все, но экономщики не бывают культурными. Экономщики не бывают, ну, с понятием этика. Экономщики не бывают образованными. Поэтому, как бы, на таких отелях, конечно же, больше я никогда в жизни останавливаться не буду. Провел такой эксперимент, страшный эксперимент. В четырех звездах. И то я не могу сказать, что дешево. Ну, я могу сказать, что в Сочи три дня вы можете за 75 тысяч, как бы, отдохнуть в таком хорошем, в таком довольно-таки отеле. Даже в шикарном отеле. И это нифига не дешево. Ну, в любом случае, эксперименты они должны быть, и от них так и никуда не деться. Сегодня на канале вы сможете увидеть пару вторичек с ремонтом. Две вторички на обытке. Обытка, в принципе, там, недорого. Это ремонт техника мебели. Всего лишь 7 миллионов рублей. Это реально очень круто. Также я заснял для вас... Значит так, вторички заснял для вас. Что же я еще заснял? А, еще заснял для вас, конечно же, жилые комплексы. Прям такие хорошие жилые комплексы. Потому что я знаю, что было очень много негатива после того, как я снял ФЗ-214 на Макаренко по 430-450 тысяч рублей за квадратный метр. Это стройка. Вчера я нашел вам альтернативу по 219 тысяч рублей за квадратный метр. Готовы сданы объект по ФЗ-214. Нет, не Гранд Парк здесь у вас. Там есть подземная парковка, все есть. Вид на море просто бомба. В общем, преимуществ гораздо больше, чем, например, на Макаренко. И цена в два раза дешевле. Это тоже сейчас все выгружу себя на канал. Но, опять же, все предложения актуальны до 1 сентября. После 1 сентября будет глобальный скачок цен. Можете в сентябре перепроверить мои слова. Но это так. Это, как говорят, все застройщики, все инвестора и тому подобное. Сейчас не сезон, поэтому цены и адекватные. Поэтому цены, ну как адекватные, относительно. Знаете, у нас все в жизни относительно чего-то. Но здесь, например, в целом адекватно. Поэтому думайте, ребят, сами. Решайте сами. Лично я стараюсь находить для вас хорошие варианты. Я также сейчас нашел на Донской апартаменты с документами. Где за 5200 вы можете купить себе апартаменты. Это тоже очень хорошее предложение. Тоже сейчас заснялась. Сейчас я все это буду выгружать. На этом с вами прощаюсь. Вам всем хорошего настроения. Всем прекрасного дня. Ну и, конечно же, добро пожаловать в прекрасный город Сочи. Пока.